Не только для фанатов, но и в целом для бьюти-индустрии. Такая шикарная возможность сделать что-то, что-то дельное. А выпустили вот это. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Я сегодня к вам пришла, ребята. Представляете? Ну, конечно, представляете с чем? Во-первых, заколка русала, чей хвост? Надеюсь, заломы не сделает. Сегодня у нас с вами, ребята, обзор на новинки Makeup Revolution. И есть еще некоторые вещи от Revolution Pro. iHeart Revolution. Короче, я взяла все, что могла. Точнее, все, что мне было интересно. Пудра. Peachy Baking Powder 22 грамма. Это iHeart Revolution. Это другой бренд. У меня было объяснение, большое видео по всем брендам Makeup Revolution. Не скажу, что они ничем не отличаются, но посмотрите тот видос. Он был год назад. Ну, в общем, да. Такая штука 4 в 1 Bright Light. Потом скажу, что это такое. Раскошеливалась, можно сказать, на Revolution Pro. Это бронзер. Ну и то, ради чего вообще я делала этот заказ весь на Wildberries. Это Makeup Revolution в коллаборации с Вилли Вонка. Я признаюсь честно, я купила просто для обзора. Потому что я не смотрела данное произведение. Вы уж извините. Зато, знаете что? Зато у меня не будет никакого, ну, такого ностальгического, как это пояснить, ощущения. Типа, ой, я люблю Вилли Вонку, значит, косметоз хороший. Нет, это просто мерч. Давайте уже договоримся о том, что коллабы Makeup Revolution это мерчандайз, да. Это просто для коллекции, так сказать. Чем я тут вам размахиваю? Помада от Revolution. И такой контур купила от бренда Ник Мол. Я бы сказала Мол, но это я. А нам нужен обзор на этот бренд? Нужен. Так хочется сказать, поставьте 3000 лайков, тогда сделаю обзор. Да, я сделаю по-любому. Куда же денусь-то? И консилер от Relove. Давайте, от чего от Relove? Да, Relove точнее. Давайте уже начинать. Как вам фон? Ну да. Меня вот эта пипка маленькая смущает. Дайте разверну. Я попыталась внести изменения в фон. Это меня обсыпало новой пены. Представляете, она не стягивает кожу, но обсыпает собака. Я не знаю, что делать. Ладно, я в телеграме напишу, что за пена, когда обзор сделаю уже. А пока начинаем. Что это такое? Интересно, какая штучка? 4 в 1 Face Glow. Оттенок у меня Glim Light. Я заметила, что в последнее время такие штуки 23... Ладно, 23 миллилитра. Я заметила, что такие штуки стали выходить в масс-маркете. Например, не только у Makeup Revolution. Точнее, Revolution. Ну, да ладно. Но я видела еще вроде бы у Catrice такую мульти-штуку. Не уверена, что вам говорят, как можно использовать это 4 в 1. Как прозрачная база. Корректируй и улучшай. Я плохой переводчик. Смешивай с тоном подсвечивания и сияния. А, chill anyway. Нам надо протестировать пудру. Ну, вот эту от iHeart Revolution. Не, я уже тестировала эту штуку. Просто я забыла, что тут такой аппликатор. Вообще, он в размер... Он с мой нос. Ну, давайте используем как... Ой, блядь. Ну, давайте используем как... Sure Base. Пудру надо протестировать. И мне нужен был тон, который не самофиксирует. Какой этот цвет? Мне нужно было подобрать тон, который сам не фиксируется. Ну, чтобы проверить, пудра работает или нет. Спонж у меня BeColor. PR-рассылка. Я не знала, какой тон взять, потому что у меня почти все тона самофиксирующиеся. И я решила, что возьму Fenty. Да, сегодня масс-маркет. Но, ребята, у меня реально нет тона, скорее всего, который сам не фиксируется. Хотя бы на полшишки. Вот меня обсыпет, скорее всего, еще от этой штуки. А может, это от нее и обсыпала? Я железный человек. А радиоактивные люди? Не темно? Нет? Ну, зато видно. Ай, какая я. Прям чучила на масленицу. Я сейчас еще погляжу. Не, ребята, у меня все самофиксирующиеся. Абсолютно. Разве что сода. Нет, сода тоже. Вот я только Fenty и нашла. Ну, ладно. Это Fenty и что-то там дробь. Латинки 3. Спонж от BeColor мне, в принципе, нравится. У них еще вышли кисти двойные. Я вроде бы в Телеграме показывала, ребят. Плохо помню. И в каком-то видосе. Также, а что мы Fenty? Мы что не перекрываем? Да, я сегодня буду опять с оранжевым лицом. Так вот, кисти я показывала в каком-то видосе. И мне они не очень понравились. Я сейчас принесу, может, парочку. Не знаю. Просто они двойные. И там как-то нет логики. Например, кисти для пудры идет со второй кистью для теней. Ну, как-то BeColor немножко не продумали. Боюсь я. Еще и оранжевая, к тому же. Классный, да, оттенок Light у этого, у товарища. Обрыганный конь тебе, товарищ, собака сутулая. Кисти. Да, сейчас принесу. Ребят, у меня они есть все. Просто они по разным местам у меня разложены. Ну, вот так кисти выглядят. Тут такая есть. Сегодня, может, я и воспользуюсь. Не знаю. Вот про что я говорила. Но хранить их не очень удобно. Ну, давайте чего. Я этой кистью пудру нанесу. Но под глаза другой, потому что я другую принесла. Тоже новая кисть. Вот такая. Это Manly Pro. Я ее очень хотела. Это лимитка. Вроде бы Dragon Heritage называется. Ну что, я апельсин? Ничего. Неприятности я эту как-нибудь переживу. Консилер Relove. Это тот же самый, где капсул написано K, потом идет V, но cover. Why? Какая-то ошибка произошла с этим, с печатью. Ни гожи для такого большого бренда. Ладно, был бы небольшой. А тут концерн. Нехорошо. Это Relove Юша. Консилер мне не понравился. Знаете почему? Видимо, я еще не доросла. Потому что он очень-очень увлажняющий. Он настолько... Он настолько увлажняющий. Что это? А на холодильник, наверное. Что он скатывается очень быстро из-за того, что он вот такой сам по себе. У меня, оказывается, сегодня три помады. Я что-то не подумала. Проверю. Блин, что за золото. Я обахну. Монстр. Какой ваш любимый монстр? Я вот люблю Pacific Punch. Наконец-то могу выкинуть коробушку. Как я и говорила, 22 грамма. I'm scented. Нет. Неужели... Ой. У меня все просыпалось. Это реально с ароматом персикма. Хорошенько. Ну, сейчас проверим. Да. Блин, кисть искусственная. Достаточно плотная, ребята. Зря, наверное, я ее хотела. Ну, или она не для подглазья. Точнее, вообще не для пудры. Я не помню, для чего она на самом деле. Но если делать бейкинг... Что такое бейкинг? Это вот это вот. Ить. Ить. Вот так. То удобно. А просто фиксировать. Что она еще на себя наслаивается. Прекрасно. А если просто наносить, то неудобно. Также для каких-то маленьких вот пространств подойдет. Но не все лицо ей фиксировать. Понятное дело. Знаете, я думаю, для румян. Румяна будет наносить плотновато. Угу. Потому что она плотно набитая. Видите, в чем секрет? Чем плотнее набита кисть, тем плотнее наносится продукт. Чаще всего, как минимум. Поэтому, может, ей бронзер можно наносить? Хм. Скорее всего. Так, эту я пока убираю. Какая красивая, да? Но оказалась вообще для меня лично нефункциональной. Не очень хорошо. Так, беру вот эту, беру вот эту штуку. Но Бекарр реально неудобно. Здесь тоже кисть невоздушная. Вот эта кисть для пудры, кстати. Не знаю, какой номер, не написано. Она не такая плотная, как эта. Ту кисть просто помыть надо, ребята. Видите, в чем дело? Я поэтому взяла другую. У меня какая-то рана на обувь, представляете? Вот здесь. Видно, не видно, не знаю. Откуда я из дома даже не выхожу, чтобы эту рану где-то получить. Пудра выбеливает. Меня это очень радует. Я, кстати, до этого, ну, когда ее тестировала, не замечала за ней такой интересный момент. Но есть проблема. Она ложится мукой. Когда я найду какой-нибудь идеальный продукт, к которому я вообще не придерусь. Ребята, давайте надеяться, что в этом году будет что-то подобное. Но я не уверена. Я придираюсь вообще ко всему. Я даже когда свой хайлайтер делала, было дело, я смотрела на состав, на форму, и думала, вот этого в составе нежелательно видеть. Ну да. Такая вот я странная дама. Ну да ладно. Пудра легла чуть-чуть мукой. Она сама на себя наслаивается. Поэтому будьте осторожнее. Лучше наносить в один слой, чтобы не получить еще больше мучного эффекта. У нас идет бронзер. Давайте сначала контур покажу. Бронзер потом и уйду. Контур ник... Ник... Моле... Моул. Вообще мол, по моей памяти, это крот на английском. Наверное, не буду хихикать над брендом. Знаете, почему я его взяла? Оттенок у меня 51, и здесь так и написано. Не рыжий. Not ginger. Вообще, так, 10 граммов хорошо, cruelty free. А ginger, смотря в какой части, наверное, англоговорящей стороны, да, смотря что вы берете. Например, в Англии, по-моему, ginger это немножко оскорбительное слово. Блядь, я взяла кисть для бронзера. Думаю про бронзер, беру кисть для бронзера. Оно переводится... Ой, я, блядь, перебрала. Я до этого тестировала его с искусственной кистью, а сейчас у меня натуралка. Короче, если вы перебрали, его не растушевать. Кстати, неважно на какой пудре, он на всех пудрах будет залипать. Цвет действительно хороший. А, у меня вот это вот сидит, друг, нежданный гость. Уже, наверное, дня 4. Никуда не девается. Ребят, наносится пятнами, но давайте сегодня это первый раз, как говорится, и может быть натуральной кистью его не стоило наносить. Я до этого тестировала искусственный. Это у меня шик, вроде должна быть натуралка, если я правильно помню. Теперь бронзер. Могу выкинуть коробушку? Давайте, если будет обзор на Ник Моле. Моль... В общем, да. Вы не обидитесь на меня, потому что там коробки нет. Молодцы, кстати, создатели этого бренда. Вся информация есть сзади, на наклеечке. И наклеечка-то у нас не кривая, но упаковочка ничего не напоминает. Я не буду доставать. Шарлотт Тилбери. Ай-яй-яй, нехорошо. Ну да, она же не запатентовала. Это как Лабутан тогда подал на всех в суд. Типа, нельзя красную подошел. А ты что, запатентовала? Это твоя идея, что ли? Нет, пошел нахер. Так же и здесь, да, наверное. Шарлотта не запатентовала, значит, можно всем юзать. Ну, просто как минимум некрасиво. Так, а что это? А, у меня... Я даже не знала, что тут есть пленка. Окей. Контур... Ой, этот, блядь. Скульптор. Все. Бронзер мне очень понравился. От Revolution Pro. Я его взяла уже, кстати, не на ВБ. Нет, на ВБ я просто обычно на Озоне беру. Такой косметоз подороже. Ну, по типу Revolution Pro, потому что, ну, как-то я не доверяю на молодец. А, это не рано или что? Что у меня здесь? Ясно, что ничего не ясно. Сейчас я подправлю этот бронзер свой. Короче, он мне понравился тем, что, ребята, мои хорошенькие, он холодный. Это оттенок какао, какао, ку-ку-ку. Что здесь Нида это самое? Тон Нида нанесла. Блядь, волосы растут трэш. Очень быстро. Я вся в пуху. Потому что не знаю, что делать. Как знаете, есть люди, которым реально плохо от того, что у них какой-нибудь очень плотный волос, плотные ногти. Они жалуются. Говорят, что ты жалуешься, блядь, радовалась бы. А я, наоборот, сочувствую таким людям. Ну, у меня благо не так. Есть просто одна знакомая. 8 граммов. В общем, мне нравится, да. Оттенок какао, какао. Сейчас вот сделаю. Подождите. У этой женщины, у нее, короче, ногти. Она ничем не может их подстричь дома. Она ходит в салон, чтобы ей фрезой спиливали. Представляете, у нее они как нарощенные. Но это не нарощенные, это ее ногти. И волос она не стрижет его, потому что у нее коса такая очень длинная. А почему не стрижет? Не берут ножницы. Ну, тяжело очень. И дорого. Потому что волос много, он плотный. Трэш, да? Повезло бабуле. Ей, по-моему, 78. Она хорошая женщина. Надеюсь, в этом году с ней повидаюсь. Я пойду все это поправлю, сделаю брови и вернусь к вам. Со сводчами бронзера и с отражателем хейтеров. Минутку. Так, по-моему, получше, да, ребята? Посветлее немножко. А бронзер тушится хорошо. Давайте расскажу, чем брови сделала. Маркер Influence Beauty в оттенке 03. Карандаш Love Generation 04. Гель Сэмили. И фиксанула пудрой от Vivienne Sabo. Ну, консилер под глазами. Очень светлое. Сделала немножко пониже. Сияю не из-за того, что тон засиял, а из-за этого. Из-за вот этого. Хорошо. Я вроде довольна. Давайте поделаем сводчи. Бронзер вот этот от Revolution Pro просто шикарный. Тут написано Sculpting Bronzer с экстрактом какого. Какого? Не пахнет какого. Зеркало открывается полностью, но его можно поставить. Вот так или вот так. Какой-то я большой сводч сделала. Там вышло три свайпа и сводч. Так, это осторожно. Один, два сводч. Это контур уже. Я не скажу, что он не рыжий. Но он реально не рыжий. И не супер холодный, но нормальный контур. Мне понравился, я буду пользоваться, но меня смущает упаковка. Очень сияющая, маркая и Шарлотта. Чуть-чуть напоминает, да немножечко. Отражатель хейтеров, наконец-то, мои хорошенькие. Вот такой. I want it bad now. И тут гуси. Привет. Гуси, значит, лебеди. Я не знаю, ребят, кто смотрел это произведение кинематографа. Похоже ли на то, что должно быть? Вот видите, bad. Хорошо. 6,6 граммов. Golden Egg Highlighter. Хорошо. Доставайся. Willy Wonka and the Chocolate Factory. Немножко на Cadbury похоже. Вот это, Willy Wonka название. Там шапочка такая. Надо буквой W. Не знаю, видно или нет. Такое яичко. Good bad now. Окей. Такой здесь принт. Ничем не пахнет. Очень легкое яичко. То есть, если вы думаете, что оно супертяжелое, это не так. Я почистила кисть и наберу. Я не знаю, как. Ни разу не тестировала. Я вообще люблю хайлайтеры от Revolution. Неважно, от какого бренда. Ну, там, Revolution Pro или Makeup Revolution или Hard Revolution. В принципе, они все хорошие. Нет полосы, надеюсь. Просто он такой желтый. Это даже не золото. Для меня это... Ну, хотя, может, золото. Но очень желтый. Ой, блин. Я увидела. Я просто в дальнее зеркало смотрела и не видела вот это вот. Я как будто... Я не знаю, видно ли на камере. Но у меня как будто просто желтые пятна. Это очень смешно. Так, сейчас свотч сделаю. Я, наверное, подтушу как-нибудь. О, ужас. Так, свотч... А, побольше наберу. Он как будто какой-то пластмассовый, что ли. И цвет не очень. Как будем исправлять? Я совсем не сказала. Надо было это вначале сказать. Почему у меня нет палетки? Потому что посмотрите на нее, ребята. Как можно было так сделать? Беру хайлайтер от Revlon. Мне его подарили. Skinlight's оттенок 201. Его в свое время все очень хвалили. А я в свое время купила слишком темный. А, нормально вроде. Перекрывается. Этот желтый ужас. Ну да, понятно. За что хвалили, блядь. Хейтеров отражает знатно. 8 граммов в нем. Так, и у меня 3 продукта для губех. Что будем делать? Да, палетки у меня нет. Блядь, куда надеть коробочку? Ладно. Палетки нету, ребята. Потому что она ужасная. Она отвратительная. Но я не знаю. Это как можно было... Как по мне, ужасная, отвратительная. Она рыжая, скучная. Ничего в ней нет интересного. И такое выпускать... Ну, опять же, да. Давайте продумаем упаковки. Да, давайте продумаем. Время продумывать палетку. Ай, палим эту палетку, блядь. С всем отделением. Что там? Сделаем рыжую, оранжевую. И так сойдет, да? У вас была такая возможность сделать палетку не только для тех, кто фанат произведения, кинематографа. Я не знаю, что это фильм, да, окей. Не только для фанатов, но и в целом для бьюти-индустрии. Такая шикарная возможность сделать что-то, что-то дельное. А выпустили вот это. Что это? Ладно. Сделали дерьмо, честно. Так как у меня нет палетки, собственно, так как у меня нет палетки, давайте начну с блеска. Хотя он коричневый. В нем 6 мл. Что за оттенок? Я в душе, ребята, не знаю. Пахнет шоколадом. Я его вроде один раз носила и быстро смыла. Выдается, кстати, адекватное количество. Молодцы, мейков. Это революшн. Странно, что не сайхард революшн сделали калах. Ну, такой, видите, простенький блеск. Цвет у него плотный. Перекрывает мой оттенок. Я тоном не мазала губюхи. Но ощущается немножко как масло. Я вообще почти все блески ощущаю. Крайне редко бывает такое, что я не чувствую. А сейчас вот как будто у меня губки в салатике, знаете, так смыть хочется. Блинов наелась. Ладно, пока так посижу. Палетки нет, поэтому я приволокла карандаш вот такой. Покажу вам свои типа повседневные стрелы. А, мне надо вас приблизить. Давайте поярче сделаю. Вот такая вот вечерушка. Ну, тут два отражателя намешаны. На контур можете оценить залипший. Да, сегодня база не очень, но потому что тон Fenty, он такой полупрозрачный. Консилер, кстати. Ну-ка, скатался? Нет. Я его вам показывала в видео Flower Nose, что ли, в каком-то из двух. И, да, он у меня там скатался. Я заметила только... Кстати, знаете что? На монтаже только заметила. Бля, ребята, вот Flower Nose. Где были пролеты? Так, я возьму пока серый тень какой-нибудь. А хер с ней серой тенью. Я возьму контур. Много кто так делает. Это что? Чем я хуже? Представляете, я сделала очень красивый VHS... О, тут даже есть пленка на зеркале. Ну, потом снимем, когда будет видео про Ник Мау. Если вам интересно, конечно, надо такое смотреть. На глазу-то он ни разу не серый. Я обычно такой макияж с серыми тенями делаю. Ну, ладно. Я сделала очень классный VHS эффект на пролетах к Flower Nose. И вы представляете, что? Вот все, делаю пруф-просмотр. Выгрузила это, точнее, свела звук. Все сделала там. Вау, классно. Монтировала почему-то 12 часов, потому что весна... Здравствуйте. И весной я не... Я не могу весной работать. У меня все. 12 часов это нормально монтировать одно видео? Ненормально. Я монтирую видос, ну, максимум 3 часа. Тут 12. Знаете почему? Сижу-сижу. Бля, надо музыку послушать. Ой, надо в контакт зайти. Я туда вообще не захожу практически. Нет, надо зайти. Что-то там посмотреть, поискать своих, блядь, одноклассников. Ну, нормально вообще. Я не знаю. Причем, ну, с младшей школы. Давай искать там. Че, кого, кто, как живет. Никто не поменялся, блядь. Да я тоже, знаете ли, не поменялась. И вот смотрю, прошел час. Думаю, ну, ладно, сейчас еще немножечко посижу. Полтора часа прошло, а я все сижу в куйдую. Вообще ничего не сделала. Кисть хорошая, вот это. Единственное, что мне понравилось из всего набора. Потому что тут есть шейдер и кисти для нижнего глаза. Такая Pencil Brush. Почему я ей не пользуюсь сегодня? Потому что, видите, она у меня розовая. Плюс она больше подойдет для помады. Она такая плотненькая, плотно набитая. Срез ровный. Одна маленькая ворсинка торчит. Ничего страшного. Ну, шейдер, шейдер рабочий. Так вот, 12, блядь, часов. И сделала я этот VHS эффект. Смотрю, все хорошо, VHS есть. Выгружаю на YouTube. Делаю профпросмотр на YouTube. Что вы хотели? Весь VHS сгладился просто трэш. Я не знаю, это сговор какой-то или что. У меня на Final Cut захожу. Все, есть VHS. Я не скажу, что долго делала. Но я долго настраивала, чтобы и глаз не проела, знаете. И, ну, потому что тяжело такое смотреть. Эффект такой пленки, да. В Final Cut есть. В выгруженном варианте есть все. То есть, отформатировалось. Вот это самое. Отрендерилось, да. Оно у меня есть. Но YouTube нету. Сгладилось все. Я не знаю, как это работает. Может, оно там как-то, когда я профпросмотр делала, было не готово. Но к 10 утра оно тоже было не готово. В общем, я была огорчена и расстроена. Что это у меня такое? Это карандаш, во-первых, да. Revolution Pro Visionary Jelly Liner Burgundy. 1,2 грамма нормально. Пластмассовый. Его можно... Ну, как пластмассовый? Он, блядь, деревянный. Но сразу это не понять. Нет, он пластик. Это пластик обманула. Его можно точить. Видите, он у меня уже подточенный. Здесь сзади есть такая вот залупа. И она, знаете, какая? Силиконовая. Зачем она нужна? Учитывая то, что карандаш очень быстро фиксируется, я не думаю, что вам поможет это его растушевать. Наносится элементарно. Очень-очень пигментированный. И нет, блядь, я все путаю. Очень нежный, но не жирный. Видите, как хорошо рисуют? Сразу хоп, нарисовали и идете. Я бы назвала это Каял, но тут не написано, что это Каял. Это Visionary. Снизу сделаю стрелу. А я не делала такой макияж, вроде нет. Переживаю, что уже делала. Ну, в общем, повседневный. Неважно, я беру красный или коричневый. Так, здесь пудра, поэтому карандаш уже туговато идет. И у него небольшой металлический эффект. Поэтому, кто хотел, мои хорошие, кто хотел у меня Шанельку 923. Ее днем с огнем не сыщешь. Красная Шанелька. Очень похожа по внешнему виду, вот по этому эффекту. Но тот более красный. Здесь пигмента не так много. Хоть я и сказала, я говорю, оговорилась, что он типа пигментированный. Да, но такой, видите, полупрозрачный. В Шанельке пигмента будет побольше. Плюс Шанелька не настолько металлическая. И там карандаш автоматический. Этот надо точить. В этом их разница. Ну и там цвет почище будет. Ну такая, бергенди. Наверное, больше на Шанель... Не, не Шанель 36. Не-не-не. Больше именно на 928 похоже. Еще отличие в том, что этим рисовать полегче. Он как-то больше скользит. Но его минус это пигмент. Тут процентов на 10-20 меньше пигмента, чем в Шанеле. Ну тоже неплохо. То есть не дерьмо, хороший карандаш. На слизистую тоже можно наносить. Мне понравился. Я бы еще цвета посмотрела, но для кого-то может быть минусом то, что он металлический. Я закреплять тенями не буду, потому что когда я Шанель закрепляю тенями, ну 928 свой тенями от Шанель или красными, или Джеффри Старр Уирдер, у меня начинает отпечатываться вот тут к концу дня. Вот на этом моем нависании. Даже маленькая стрела вот здесь отпечатывается. Так, тушевать не буду. Че тушь возьму? Блин, какую тушь-то взять? Правда, смывать будет тяжело, но ничего. Все. Блестяшку брать никакую не буду, потому как повседневный мой макияж. Я вот так и делаю стрела за 2 секунды. Просто на камеру стрелы рисовать не очень умею. И клею еще ресни сверху. Сейчас наклею какие-нибудь поменьше. Мои любимые ресни здесь будут некрасиво смотреться. Ну вот эти 3-сантиметровые, знаете. А может вообще ресни клеить не буду. Блеск подусился. У меня же еще вот такая штука имеется. Ребята, хотела вам показать. Это мне Influence Beauty отправили. Оттенок 0,7. Сама я брала 0,8 и белый. Но мне в рассылки все пришли. Поэтому у меня теперь есть небольшой запас. Давайте что-нибудь сделаем с этим пигментиком. Вовремя я заметила его. Напоминаю 0,7 Shimmer Ivory. Ой, вот так выглядит. Можно, наверное, как отражатель хейтеров использовать. Я не знаю. Я мало получила или что? 8 миллилитров. Мало получила. Ладно, побольше взяла. Ощущается как масло. Не-не-не. Это как хайлайтер, наверное, можно. Или под бровь, например, бахну. Да, это точно не это. Это точно не это, блядь. Хайлайтер. Видите? То есть как подводку какую-то будет вообще не видно. Хотя вон, я тут нанесла пошире. Я вам все пигменты покажу в другом видео. Скорее всего числа 6 апреля. Где-то так. Может пораньше. Я не уверена. Но там все будут и засвочу тогда сразу. Если успею, может и в Телеграм засвочу. Не знаю. Надо подумать. Сейчас я сделаю второй глаз и вернусь к вам с помадами. Спойлер. Они мне не понравились. Вот такой повседневный макияж с цветными стрелами у меня получился. Очень теплая тушевка. Я обычно так не делаю. У меня обычно сюда, ну, на глаза идет серая тень. Светло-серая, то есть не очень темная. Я контуром или бронзером никогда не залезаю в глаза, потому как мне это просто не идет. Ну, думаю, вы видите, я очень теплая. И контраст такой со стрелами оранжевыми мне не нравится. По поводу Influence Beauty я уже тут смыла. Это, ну, скорее всего, реально как хайлайтер. Тут подсветило, тут нет. Ну, вот это место здесь подсвечено, здесь нет. Ну, ладно. Что? Помады, ребята. У меня есть вот эта коричневая. Я специально ее взяла. Называется она Stiletta Brown. Она была вообще не дешевая, отвечаю. Ну, прям такая покупка знатная достаточно. И вот эта, вот эта помадка. Выкину я, наконец-то, коробушку, но сначала вам покажу. Посмотрите, какая красивая коробочка. Видимо, здесь так наклейка, да? Ага. Вилли Вонка сам вот нарисован, да? Такой портрет. Сзади вся информация. Лепстик. Окей. Вилли Вонка и The Chocolate Factory. И все характеристики. Или элементы Warner Brothers. Entertainment Incorporated. Хорошо. Пета Апруфт. Веган. И, конечно же, скорее всего, Крилл Тифри. Раз Пета Апруфт. Красивая упаковка, да? Что вы ждете внутри? Вот чего вы ждете внутри такой шикарной упаковки? Опа, блядь. Не, ну, не, ну, это просто смешно, как минимум. Хотя, может быть, это имеет какое-то отношение к фильму. Я не знаю. Очень острые края. 3,6 грамма. Очень хорошо. Острая вещь. Можно, действительно, если упадете на нее, то это будет крайнее ваше падение. Точнее, последнее. Так, открываю. Аромат фугли. Шоколадом. Пахнет шоколадом. Вот такая помада. Казалось бы. Казалось бы, да? Но нет. Сейчас вам все покажу. Сейчас все будет. Ой, я слизистую не сделала, потому что у меня батарея садится. У меня батарея садится. Я переживаю немножко по этому поводу. Так, я ищу свой огрызочек Вероны и не могу найти. Давайте слизистую пока прокрашу. Карандаш BeColor. Сама брала этот оттенок, не знаю, бежевый. Белый приходил на рекламу, но в такие вот макияжи, ну, даже не только в такие. Вообще, для повседневных макияжей слизистую лучше оформлять чем-то бежевым, а не белым. Нашла я свой огрызочек Вероны маленький. Что за Верона такая? Ну, это оттенок карандаша шик. Ну, поехали в помадку. Пахнет не просто шоколадом, а таким горький шоколад. Сладкий чай. Как вам такая вот вечерушка? Отвратительная, считаю. Не, ну, просто мне такой цвет раньше бы понравился, знаете. Сейчас нет. Во-первых, она сатиновая. Мне не нравится. Ну, все, посмотрели, поглядели. Шоколад. Такой же аромат, как и у блеска. Кстати, обзор на Стеллари будет. Мне хотели отправить пиар, рассылку. Отправят, да, но к моменту, когда она придет, к сожалению, я не смогу ее получить. Поэтому я все купила сама. Но мне Стеллари сообщили, что у них вышел косячный блеск в третьем оттенке. Я себе не третий взяла. Ну, потому что я такие цвета не люблю. И у него ограничитель отваливается. У Стеллари крайне редко бывают проблемы. Вот, поэтому, ребят, если вы хотели, будьте осторожнее. Но они обещали это исправить. Не знаю, как, но исправят, сказали. Что? А, да, я купила не всю коллекцию, понятное дело, но она маленькая. Мне нужно показать вам коричневую помаду и уже пойти, наконец-то, куда-нибудь. Что? Нет. Гуар не буду брать. Возьму Love Generation 10. Ну, для коричневой помады. Какая хорошая, а? Карандаш. Кстати, заточенный вот этот. Это кто? Revolution Pro, да? Угу. Если его заточить, он получше красит, поярче немножко. Ну и поехали. Revolution. Очень качественная упаковка. Прям вообще добротная, приятная, тяжелая. Не то, что... Блядь. Это просто смешно. Ничем не пахнет. Что с ней не так? Она очень-очень какая-то супер кремовая. Смотрите. А? А? Все. Два свайпа. Готово. Она очень пигментированная. И я бы советовала наносить ее кистью. В ней уже 3.2 грамма. Вот такая вот ветерушка. Мне не понравилось чем? Она уже не такая ассетиновая, как Вилли Вонка. Вилли Вонка? Но... Да, бля, нормально помада. Что я выделываю? Не знаю. Носила ее полдня, и все со мной было хорошо. По поводу карандаша, ладно? Сейчас расскажу. Как вам фон, мои хорошенькие? Норм, не норм? Это самое карандаш. Значит, вот этот. Revolution Pro. Да, его можно нанести там в два слоя. Но если он уже застыл, и вы пытаетесь еще что-то нанести, ну, например, медленно как-то стрелы рисуете, то он может наслоиться. Есть за ним такой момент нехороший. Тушь вот эта мне не нравится. Но это не худшая тушь у Be Color Professional. Все, карандаш ставлю в постоянную коллекцию. Мне он очень нравится. Ну, не супер прям топ, да? Ну, это если выбирать шу или... Блядь, от шу у меня глаз слезится. Да, ребята, я, наверное, выберу шу, потому что он не металлический. Шу 14. Вот этот. У него пигмента побольше, да, и он не металлический. Вообще, я люблю флормар. Ну, посмотрите, какой он маленький, да, на контрасте даже вот. С Revolution Pro, который заточен был два раза. Очевидно, что я люблю. На слизистую оба карандаша пойдут, но Revolution Pro будет держаться не так долго, по моей памяти. Плохо помню, ребят. Сори, ну, сори, ну, но он такой жирненький, поэтому на слизистую пойдет очень даже хорошо. Вот эта штука, как Charlotte Flawless Filter, да, что там? Ну, как хайлайтер можно, но она очень темная, хотя это Gleam Light. Я не знаю, что там с Gleam Dark будет, если вообще такой оттенок есть, но я имею в виду, что будет, если оттенок будет темнее. Этот вроде бы самый светлый, можно смешивать с тоном. Ну, там четыре варианта применения, да, в принципе, все рабочие. Мне нравится, как сияющий праймер очень даже хорошо, но знаете, в чем проблема? В том, что меня от таких вещей чаще всего обсыпают. Я не знаю, в чем проблема моей кожи, однако есть такой момент. От Charlotte не скажу, что меня обсыпало, я уже плохо помню, однако от жидкого хайлайтера от Chanel сыпала знатно, ну, не прямо там, много очень, но был какой-нибудь вот друг такой, перешедший из ниоткуда, как голубь свалившийся с небес. Помаду могу советовать, но что-то вот, что мне не понравилось, я не помню. Нормально я ее носила вот в субботу тут, перед масленицей был момент. Блины ела, вообще нормально помада, блядь, что я выделываюсь? Не знаю, мне вот хочется, хочется придраться к чему-нибудь, а ногтей-то нет, так не поделаешь. Вот эту штуку, если вам нужен жидкий хайлайтер, окей, если вы слегка там что-то подсвечиваете, но я почти, например, не вижу вот этого подсвета, поэтому оттенок 0.7, поглядим еще, да, в видосе про инфлюенс, посмотрим, но мне не нравится. Просто оттенок не мой, да-да-да-да, да-да, бронзер, все, мне нечего сказать. Вот этот хайлайтер, если найдете, тоже можете взять, но он, конечно, намешан сегодня, но я помню, что старый мне нравился, хотя по оттенку мне не подходил. Подождите, я в Велевонку все скажу, давайте вот по порядку, сначала это обозрю. Это что такое у меня? Это пудра Revolution, I Heart Revolution Peachy Baking Powder. Wow, I'm centered, yeah, окей. 22 грамма пудры. Хорошая пудра, если у вас нет аллергии на ароматы, но я вот сейчас ее нанесла, я не ощущаю никакой аромат. Я вам даже не показала, пуховка идет в комплекте, очень даже хорошо, смотрю на батарею, батареи хватает. Делать ей бейкинг, то, для чего она и предназначена, в принципе, пойдет, да, думаю, ничего страшного нет. Нет, консилер уже, блядь, скатался, прям нахер этот консилер, я вам его покажу, нет, даже не покажу, что ли, а вот он, что это он у меня там делает, это был оттенок C3, не-не-не, вот тон из этой линейки Super, только не Concealer, а Foundation, окей, Super, whatever. Короче, Super, Dupa Humble, прям как я. Консилер нет, нет, но если у вас сухое подглазье, можете взять, однако, заметьте, да, я снимаю буквально, ух, это что-то, я так долго снимаю, это полтора часа, и у меня уже все скаталось, это что такое, так не... Можно было бы так сделать, да, но, ладно, три часа и скатался, а тут полтора уже все там, ну, нормальный, да, увлажняющий, главное, что не сушит, но я пользоваться не буду именно из-за этой проблемы. Есть консилеры и получше. Хотя, может, оставлю, да, он такой увлажняющий, неплохой. Я просто придираюсь, наверное, очень сильно, но у меня консилеры обычно так не делают, так быстро не скатываются. Ладно, странный консилок, я так его и не поняла, сколько бы не тестировала. Контур можете взять, но давайте еще подождем отзыв, потому что я не понимаю, он не рыжий, он нейтральный на мне, как минимум. Ну да, понравился, скажу так, понравился, окей, брать можно. Теперь Вилли Вонка. Это просто какой-то, извините меня, п***ц, ну зачем? Я не смотрела, может быть, вот эта теплая гамма, как и мои брови сегодня, имеет какую-то отсылку, типа шоколадная палетка, ну сколько можно? Ага, рыжая, она рыжая, она... Как тут курить бросишь, а? Скажите мне на милость. Я не знаю, я повидла. Это просто какой-то ужас, особенно вот помада в этой упаковке, да. Ну как бы, она неприятная, она очень острая. Это орудие для защиты от всяких хейтеров. Ну for real, ребят, вот это... Ну хорошо, тут упаковка хотя бы Вонка написана. Я его ощущаю. Хотите взять, если вы не такие чувствительные ко всяким текстурам, как я, то берите. Это что? Вот это яйцо. Яйцо в Виле Вонке, блядь. Может тоже какая-то отсылка. И сейчас любители и фанаты напишут, ты тупая ограниченная пизда. Я знаю, я никогда это не оспаривала. Это, блядь, что? Ну да, если бы сделали в форме шоколада, было бы странно. Хорошо. Если это имеет отношение к фильму, окей. Произведению к вот этому, да? Оригинально? Наверное, оригинально. Цвет? Как будто из остатков сделали, типа... Ой, слушайте, у нас много вот этого золотого саного пигмента осталось от iHeart Revolution медведевого, медового. Давайте-ка мы сюда сунем, распихаем и распродадим. Ну, реально такое ощущение, что цвет вообще трэш. Яичко такое поставить, декорация, яичко, вау, смотрите. Ой, блядь. Честно, по-моему, хуйня полная. Не знаю, может я обижаю сейчас Revolution, но мне нечего сказать, если это безвкусно, это как-то очень-очень странно. Будь я фанатом понравилось, мне бы не понравилось такое яйцо. Еще и цвет, ну, не юзабельный. Для большинства людей, как минимум. Даже для теплых это будет очень желтый, такой желтушный. Ну, может, для образов. Я и не знаю, зачем это придумали. Короче, все сказала. Палетка, не напоминайте мне про палетку, пожалуйста. Получается, я купила только три вещи, что ли, из этой коллекции? Ой, я молодец вообще, блядь, да? Помаду блеска, хайлайтер, сидит тут. Коллекция, виллионка, блядь, ничего не купила. Это что? Вот только одно что-то, если брать из этого видоса. От Революшн, ну, ребят, пудра для бейкинга. Я ее, конечно, аромат не ощущаю, но она с ароматом. Аллергики, будьте осторожны. Помадку можете взять, да? Ну, помните, что она вообще ни разу не дешевая. 900 рублей вроде бы стоила. Эта вещь тоже дорогая, 1200, по-моему. Но я прикрепляла ценник, надеюсь. Марина монтажная, не ленись. Маме накурно. Не ленись, хорошо. Вот и советую, ребят, реально. 8 граммов, очень-очень классный бронзер, очень. Вот я им пользовалась, как купила. Я думаю, ну, что это бронзер, да, блядь. Это Революшн еще к тому же. Ну, и что, что Революшн Про? Наверняка какая-нибудь дерьмо. Ребят, прекрасный бронзер. Тушуется хорошо, может залипнуть, но в основном он у меня проблем не вызывал. Еще мне нравится то, что он такой холодноватый, но он темный достаточно. Хотя я сегодня белая. Это прям мой максимальный белый, этот белый стейт. Вот такая вот я. Годка, блядь. Ну, ладно. Мне очень понравился сегодняшний тест, хотя, знаете, я раздразилась. То есть тут вещи топ или дроп. Ну, в принципе, как обычно, у Makeup Revolution нет какой-то золотой середины. У них или топ, или дроп. А вот здесь, да. Ой, блядь. Ну что, у меня теперь есть хотя бы один. А нет, мне еще нравился бронзер просто от этого, от Makeup Revolution. Tank of Vacation, да, ведь он так назывался. И теперь от Revolution Pro, это жесть, бронзер. Как нравится? Все нравится? Все сейчас перехвалю. Угомонились, угомонились, моя хорошая. Он еще немножечко сатиновый, такой совсем чуть-чуть. Ладно, ладно. Все, все, хватит. Что у вас есть из того, что я сегодня вам показала, ребята, мои хорошенькие? Виллионку не надо брать. Хотя, если вы фанат, можете взять, наверное, я бы не стала брать. Потому что оно не рабочее. Ну, помада рабочая, но цвет такой, знаете, своеобразный. Лучше бы такую помаду вставили туда. Красиво, шикарно. Как бы я продумала эту коллекцию. Не знаю, я что, это бренд-менеджер? Как это зовут? Креативный директор? Нет. Ну, мне столько креативных. Зря меня никуда не берут. Ой, такой талант пропадает. Ладно, все, я пошла. Ничего не берите, кроме бронзера. Ну, вот этой штуки, наверное, все-все. Я ухожу. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Мне надоело мое лицо. Понравилась моя речь, если так. Вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк. Если вы очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграмм. Потому что там весело. Еще там весело. И вот, да, показываю там иногда всякие рассылки свои. Может, посты какие-то пишу. Но в основном там моя повседневная жизнь. Ну, да ладно. Когда идет у меня настроение постить, то могу вас, могу вам, ну, да, поднадоить. Ну, ладно. Всех люблю. Всем пока. Ты реально с... Ты реально с... Да, я не мать. Обожаю показывать эмоции. Не умею. О, новая аватарка где-нибудь. Трэш. Ну, и ладно. О, можно яичко взять так с яичком. Яичко виле ванки. Засрала моя капривали уши на вагат. Ну, и да ладно. Ничего страшного. Надеюсь, не обидится никто. Но коллекция реально вышла не очень. Хорошо, что хоть немного средненько взяла. А на файл-то перестан. О!